С выступления Русского камерного оркестра «Усадьба» на праздновании Дня машиностроителя началась крепкая дружба коллектива культурно-выставочного комплекса Знаменской Губайлова и завода «Бицема», которая переросла в успешное творческое взаимодействие. Оказалось, что на крупнейшем предприятии округа трудятся не только компетентные и добросовестные сотрудники, но и настоящие самородки, искусно создающие красоту своими руками. Один из них – сварщик с более чем 20-летним стажем Александр Иванькин. В свободное от работы время он создает уникальные модели цементовозов и бензовозов, которые производятся на заводе. Самое сложное – это найти металлолом. Они все же сделаны из металлолома. Находишь одну деталь, надо найти вторую такую же, только левую, чтобы получилось в обе стороны машины. Я у знакомых и у друзей облазил все их гаражи. Все, что старые подшипники, цепи, они все отдали. Практически у них уже ничего не осталось. Такое хобби у первоклассного сварщика появилось около шести лет назад. Немного фантазии, получаются интересные модели, рассказал Александр главе округа. Дмитрий Владимирович Волков посетил открытие выставки «Бицема как искусство» и вручил автору моделей благодарственное письмо, а также памятную медаль «Благодарю за труд». Много есть художественных работ, именно трудовых коллективов, сварщик-скульптор и многие, кто другие, все это воссоздавал. Мне было очень, конечно, приятно все-таки погрузиться в ту историю, в ту мысль трудовых коллективов, которые жили и в прошлом, они и есть настоящим. И все-таки, основываясь на все эти истории прошлого и все остальное, конечно же, мы по большому счету понимаем, что будущее у этого предприятия есть. И всем советую прийти и, конечно же, посмотреть. Для нас это тоже очень важно. Соавтором необычной выставки выступила профессиональный художник, поклонница индустриального пейзажа Елена Малышевская. На ее холстах заводчане за работой особое внимание живописец уделяет продукции, выпускаемой бицемой. Изображения просторных цехов, где вовсю кипит работа, стали прекрасным дополнением к экспозиции и популяризации производства. «Что еще особенно приятно, что все-таки здесь мы возвращаемся, то, что называется, так немножко иногда пафосно, к людям труда. То есть тут есть и картины, посвященные им, и, собственно говоря, все машиностроительное производство. Без рабочих специальностей начальники там ничего не значат. Поэтому я очень рад, что таким образом отмечен труд их, наших коллег, всех профессий, которые так или иначе работают на машиностроительном заводе». «Наши залы исторически предоставлялись не только для классической академической живописи, но и для живописи других жанров. Мы посчитали, почему один из градообразующих заводов нашего города не может принять участие и выставить экспозицию в наших залах». Выставка продолжит работу до конца ноября. Но и не исключено, что будет пополняться новыми экспонатами. По словам руководителя завода «Бицема», на предприятии трудится много творчески одаренных красногорцев.